В озеро Дендропарка Шимкента вернулась вода. Как выяснилось, обмеление происходило из-за строительных работ на соседних улицах. Из-за нехватки воды десятки деревьев стали погибать. К настоящему моменту подачу живительной влаги восстановили. Шудзин Саидов продолжит тему. Утиное семейство вновь заняло свое место на озере в Шимкентском Дендропарке. Воды там не было несколько месяцев. Как выяснилось, причиной обмеления стали строительные работы на соседних улицах. БМК-канал восстанавливается, в некоторых местах просадку дала. А БМК-канал был построен именно для полива Дендропарка еще в 79-80-х годах. Но в этом году, слава богу, мы сейчас озеро наполнили. Эту всю систему водоснабжения решаем. Впервые за всю историю Дендропарка, а это 44 года, здесь стали бурить скважины. Источник воды нашли на глубине 140 метров. У нас 4 скважины сейчас это бурится. Один уже работает, три уже на подходе. Два уже в течение недели, два уже пустим. На сегодняшний день в парке площадью 117 гектаров насчитывается около 105 тысяч деревьев. Ну а сам парк является одним из любимых мест у гостей и жителей Шимкента. Мне здесь очень нравится. Я удивлена такому разнообразию растений. Атмосфера парка удивительна. Очень приятно проводить здесь время. Шимкентский Дендропарк считается уникальным местом. Он был возведен на месте мусорной свалки почти полвека назад. Здесь растут редкие экзотические породы деревьев и кустарников. Есть растения, занесенные в Красную книгу Казахстана. Сейчас специалисты проводят комплексную экспертизу состояния дендрария. По его итогам будут приняты меры по улучшению состояния флоры и фауны парка. Шадин Саидов, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков, Жебек Жоле, Шимкент. Распред два ледка. РисPE, Рябер. Продолжение следует... Продолжение следует...